Здравствуйте! Это экспертное мнение. В Удмуртии стартовал национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Какие предприятия смогут в нем участвовать и что республика получит от реализации этого нацпроекта, поговорим с нашим гостем. У нас в студии генеральный директор Федерального центра компетенции в сфере производительности труда Николай Соломон. Здравствуйте, Николай Иосифович. В целом понятно, что главная задача этого нацпроекта — это повысить производительность труда. На каком уровне она все-таки сейчас в России и какими темпами должен быть прирост? Прежде всего, наверное, всем интересно уточнить термин «производительность труда». Разные есть формулы и версии. В нашем проекте принято измерять производительность труда через добавленную стоимость на одного работающего сотрудника. То есть этот показатель, по сути, говорит о том, с какой эффективностью тратятся ресурсы предприятия, и чем выше этот показатель по своему значению, тем больше прибыли производит один сотрудник вот в таком усредненном выражении. Сегодня в Российской Федерации такой показатель составляет примерно 25 долларов на один час отработанного времени в среднем, да, в Российской Федерации. Но вся цель этого проекта заключается в том, что мы хорошо понимаем, что Российская Федерация отстает как минимум в два раза. От кого? Как минимум в два раза. От европейских стран и даже развивающихся стран, где этот показатель составляет примерно 50 долларов на один час отработанного времени. Например, в Америке это 70 долларов на один час, а в Норвегии 80. Поэтому, когда мы говорим о росте экономики, нельзя игнорировать вот этот вот показатель тиреиндикатор, который в обществе говорит об определенном состоянии здоровья нашей экономики. Через него можно понимать, с какой эффективностью, с какой эффективностью затрат ресурсов мы производим нашу продукцию. Поэтому вызов очевиден, надо догонять, а может быть где-то опережать. В связи с этим и выпущенные майские указы, и проект производительности труда назван национальным проектом. И даже повышение производительности труда как индикатор теперь стали одним из 15 показателей губернаторов по всей России. Все-таки прирост это какой должен быть? Насколько должен быть рост? Ну вот, к примеру, за последние, по-моему, 4 года прирост производительности труда, такого показателя в стране, составил всего 1,3%. А нам предстоит за эти 5 лет в реализации проекта вырастить производительность в совокупности где-то на 21%. Причем, начиная с 2024 года, ежегодный прирост производительности должен составлять 5% ежегодно. На мой взгляд, это очень амбициозный показатель, но для этого и реализуется национальный проект. Какими способами будем достигать этих целей? Вы знаете, способы с точки зрения технологии реализации таких проектов достаточно просты. Гораздо сложнее раскачать и убедить бизнес в том, что государство может представить ресурс, причем не в виде чистого выделения денежных средств, а в виде профессиональных экспертов, которые могут дать каждому предприятию-участнику этого проекта нечто большее, чем они могут сделать сами. То есть, есть такое понятие, как бережливое производство, и определенный набор специфических инструментов, его далеко не все умеют делать и реализовывать у себя на предприятиях. Основная задача — выйти в бизнес, выйти на конкретные предприятия, площадки, которые подходят по критериям участия в этом проекте, и прямо вот вместе с сотрудниками предприятий начинать реализовывать улучшения. Но для того, чтобы эти улучшения выявить, нужно научиться самому главному, нужно уметь находить потери. Очень часто в силу привычки, в силу какой-то наработки с годами производственного процесса устанавливаются производственные планы на месяц вперед, может быть, даже на год, и все потери, которые зашиты внутри производства на более коротких отрезках времени, вдруг неожиданно остановилась производственная линия, понадобился ремонт, или не хватает какого-то сырья, или не подошло какое-то оборудование. И вот мы привыкли заранее в наших производственных процессах закладывать в планы вот эти потери. Наша задача — выявить эти потери, понять, за счет чего производство недопроизводит на этом же оборудовании и с этим же ресурсом необходимое количество продукции, и вместе с сотрудниками устранить их через перестановку оборудования, через наведение порядка, через оптимизацию расстановки оборудования на площадке и операторов. То есть способов очень много. Поэтому это очень необычный проект, где я верю в то, что по результатам уже реализации первых проектов в предыдущих регионах предприятий все больше и больше начнут вступать в этот проект. На данный момент есть уже реализованный проект, их около 40. Всего мы сейчас работаем в 22 регионах, примерно более чем 150 предприятий. Но что интересно, очередь в проект уже составляет около 600 предприятий. Как Удмуртия успела попасть в число первых? Вы знаете, кто как первый стал, того и так. Конечно же, это прежде всего заслуга руководства региона, потому что проводился конкурс в конце прошлого года, проводился конкурс Минэкономразвития, конкурс именно на участие в проекте. Участвовало большое количество регионов, было отобрано всего 20. Поэтому качество вот этой конкурсной заявки, обоснование, почему регионы и его предприятия должны первыми получить вот такую государственную поддержку, оно являлось таким важным критерием. Поэтому в этом смысле, с одной стороны, хочется поздравить регион с тем, что проект начинается раньше, а значит и эффекты получит раньше. С другой стороны, надо понимать, что это очень такая серьезная и ответственная работа. И от нас, в том числе и от вас, очень много зависит, как правильно мы доносим пользу от этого проекта, как просто мы можем объяснить, почему бизнес может воспользоваться такой поддержкой. Потому что, еще раз напоминаю, нас финансирует Федеральный центр компетенции, финансирует государство, а мы оказываем эти услуги бизнесу бесплатно. Все-таки в республике те предприятия, которые готовы зайти в этот проект, их насколько много и насколько они активны сейчас уже? Ну, сначала, наверное, стоит сказать о том, что в проекте могут участвовать предприятия, которые относятся к базовым несырьевым отраслям. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспортировка. Это первый критерий. Второй критерий – это размер выручки. У этих предприятий диапазон выручки может быть от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов рублей. Ну, и третий такой немаловажный критерий – доля иностранного капитала не должна превышать 25%. Вот таких предприятий, подходящих под эти критерии, в Удмурте, около 110 предприятий. Мы ожидаем, что кто-то не захочет, а может быть, не сможет. Поэтому мы не думаем, что все предприятия примут участие в проекте. Хотя хотелось бы. 77 предприятий должны принять участие в проекте в регионе за ближайшие вот эти 5 лет. И примерно где-то 36 из них будем реализовывать. Мы федеральный центр компетенций. И делаем мы это первыми в регионе. Наша задача – создавать вот эти образцы предприятия производственные, куда могут приехать другие потенциальные участники. И посмотреть, что все это не разговоры пустые и не обещания, а реально увидеть результаты на производственных площадках. Поэтому вот сегодня такой первый семинар, который прошел с участием губернатора, но опять-таки показал заинтересованность региона, потому что отношения между регионом и бизнесом существуют всегда. налоговые поступления – это одна из основных акцентов любого правительства с точки зрения эффективности работы бизнеса. Но главное то, как предприятия сейчас среагировали на эту первую информацию. И мы, может быть, даже организуем посещение уже реализованных площадок в соседних регионах, например, в Перми. И в таких случаях, знаете, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы знаем это уже по себе. Как только генеральные директора первый раз появились на площадке, где у нас уже реализованы вот такие проекты, у них уже не встает вопрос о том, идти в проект или нет. У них другой вопрос – как долго ждать в очереди. Есть примеры, когда действительно рост прям существенный показали предприятия? В прошлом году мы работали на 100 предприятиях, по 40 из них проекты уже завершены. Наши проекты длятся примерно полгода. Мы выбираем какой-то производственный поток на предприятии и начинаем его по косточкам разбирать. Картируем, хронометрируем время работы оборудования, персонала, смотрим, где кто простаивает, смотрим на излишние запасы, смотрим на пути транспортировки, время транспортировки, способы транспортировки. И вот за счет всего этого и происходит оптимизация. В прошлом году из-за этих 40 предприятий, которые завершили проект, примерно 60% этих предприятий за год достигли роста производительности больше, чем на 10%. За год. Некоторые показали росты 20-24%, это самые такие рьяные и агрессивные, но они же, пожалуй, те, кто относится к производству, где не такая большая номенклатура товаров, где вот этот эффект от реализации на одном потоке, он сразу проявился на уровне всей компании. Но еще раз обращаю внимание, что когда мы заходим на предприятие, мы берем всего лишь один производственный поток из нескольких. То есть за все предприятие никто браться не будет, да? Главное, наверное, научить, да? Мы физически не сможем. Наша задача создать этот образец и передать навыки и знания и сотрудникам, и обучить отдельного тренера на предприятии, и заложить вот это желание у руководства и команды заразиться вот этим инструментом, вот этой культурой, для того, чтобы продолжать уже дальше реализовывать эти проекты. Но я о чем хочу сказать. На самих потоках у нас иногда рост производительности на этих проектах составил 40%, 50%. Где-то потенциал в два раза увеличить производительность. Но понятно, что один поток не дает такой эффект на показатели всей компании. Поэтому 40% роста производительности на отдельном взятом производственном участке, ну, хорошо, если он дает 10% роста производительности по всей компании. Но это же говорит о том, что неэффективно используют свои силы, средства компании. Очень эффективно. Очень эффективно. Ну, скажем так, примерно через месяц-полтора работы, наши совместные работы на предприятиях, руководство предприятия садится, берется за голову и говорят, мы не понимаем, как мы работали до этого. Скрывается такое большое количество проблем, которые им понятны, и они даже не отказываются. То есть им это очевидно. Но постоянная рутина, бесконечные вот эти вот овертаймы, переработки за счет для выполнения поставленных планов, они не дают возможности людям даже задуматься о том, а что я делаю не так? А почему я сейчас 20% времени у меня конвейер стоял? А почему у меня вовремя не подошло сырье? Так вот, когда вот эти все почему ты оставляешь, но потом, они сыпятся, 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 и ничего с ним не происходит. Наша задача их структурировать, выделить из них наиболее существенные, наиболее часто повторяющиеся, и потихонечку от самых крупных проблем и потерь устранять, 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 таким образом, чтобы был понятный эффект и на себестоимость, был понятный эффект и на качество продукции, потому что в конечном счете какая цель и задача проекта. Но все-таки ответственность они какую-то берут на себя, когда вот вы заходите на предприятие? То есть какие-то риски, может быть, они несут? Чем хороший этот проект? У нас есть договоренность о том, что предприятие, вступая в этот проект, должно повысить производительность за 3 года на 30%. Такие обязательства есть, но это не обязательства финансового характера. Вот чем интересен этот проект, в него можно очень легко зайти, и так же легко, если хотите выйти. Другое дело, что есть ли определенные риски того, что кто-то не проникнется этой культурой и не будет после одного реализованного проекта реализовывать всю программу на предприятии. В целом, конечно, есть. Но, с другой стороны, понимаете, настолько очевидно положительное влияние эффекта от этой программы на настроение коллектива, на культуру предприятия, да просто даже на отношение работников в программе, они заражаются этим очень быстро. В этом смысле, жалко только, что их мало, было бы их сразу человек 100-150, но, к сожалению, отдельно взятый поток, это всегда ограниченное количество людей. Программа все-таки рассчитана до 2024 года. Ну вот, а дальше? То есть это получается, что научат определенное количество людей только? И какие вообще перспективы? Ну вот, если говорить о культуре, то понятно, что мы охватываем 10 тысяч предприятий за вот эти 5 лет, 85 регионов, но что очень важно, мы даже сделали такой подсчет, что если мы обучаем примерно 10 специалистов на каждом предприятии, то в целом на протяжении всего проекта вот такими специалистами бережливого производства уже могут стать примерно 23 тысячи человек по всей России. 1920 год, Гастев, научная организация труда, мы все это уже проходили. Тысячами людей обучали специально подготовленные тренеры, и моментально в экономике появлялся какой-то эффект, потому что это как проводники изменений, они сразу расходились по всей России, по предприятиям, по сельскохозяйственным предприятиям, и, в общем-то, был такой значимый эффект. По-моему, около 700 сотрудников в Удмуртии, как раз вот из этих 23 тысяч, получат вот эти знания. А дальше они становятся бесценным ресурсом. Они могут продолжать работать на своих предприятиях, приносить пользу и расширять эти проекты. Они могут стать в конце концов востребованными на местном рынке, там, где очень часто не хватает знаний и навыков. Они могут стать тем специализированным ресурсом, который могут на отдельных предприятиях учить других, показывать другим и рассказывать. То есть это такая... Мы хотим создать вот эту цепную реакцию, в том числе и через людей, когда бережливое производство станет, по сути, же образом жизнью. Надеюсь, у вас получится. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Это было «Экспертное мнение». Всего доброго. До свидания. Спасибо.